всем доброй ночи итак друзья мои это объяснение кролику дорога к предкам открою вам мир духов хочу вместе с вами пройтись в мир духов есть желание показать вам этот мир не в том объеме в котором я вижу и в котором я нахожусь хотя бы процентов 10 наверное даже не 10 а 3-4 да так будет правильнее вы не можете себе представить насколько это реально ведьма отличается от остальных тем что она истина я вам сейчас объясню что это означает вот все что рассказано мной это настолько истина что она сливается со мной воедино и и зная что это возможно и реально я никогда не сомневалась мире духов не сомневалась что она существует и чем старше я становлюсь тем больше я ощущаю себя там я живу в этих двух мирах и видение видение у меня очень таком раннем возрасте пришли но самые яркие случились когда я влюбилась еще в юности можно сказать еще в детстве первая влюбленность первая любовь это где-то почти 13 лет и он был намного старше меня голубоглазый красивый мальчик такой естественно ничего не знал даже не подозревала я ему все время там на него кричала орала оскорбляла чтобы он даже не догадывался ну как мы все но вот была безумно влюблено это такое такое состояние между мирами такое состояние пограниченном человека влюбленность страх знаете когда адреналин прям бьется через край и особенно у таких людей как я я видела его дома то есть он стоял и смотрел на меня это было удивительно но я реально видела человека он стоял на меня смотрел тот самый парень утром просыпаюсь меня такое ощущение что вместо подушки его лицо на меня смотрит я опять вижу его рядом лежит смотрит на меня и постепенно растворяется исчезает это было не мгновение а вот несколько секунд это были самые яркие видения и я сейчас когда анализирую я понимаю что я была в таком состоянии транса знаете любовь она так создает она отрывает нас от земли и каждый по своему переживает кто-то очень ярко переживает но ведьма она даже в детстве видит мир духов совсем по-другому и потом пошло-поехал эти видения постоянно здесь бывают видение это не видение явление наверное правильно будет они являются не то что мы видим их или там нам кажется что мы что-то увидели они являются одно время был страх потом я поняла что с этим нужно жить и моим ремесле страх не должен быть он уничтожит меня если я поддамся страху но постепенно я к этому привыкла я даже у меня нет уже абсолютно никакого там трепета спокойствие есть выход из тела астрал многие балуются ерундой занимаются это может закончится нельзя этого делать и в редких случаях под руководством опытного человека если есть нужда выйти если это должно поменять вас что-то в вашем подсознании это еще еще ладно но в других случаях нельзя это бессмысленный риск вы можете вернуться и вас нарушится знаете такой сбой в матрице произойдет эта ширма упадет и вы начнут начнете видеть меру духов и со временем вы сойдете с ума у нас есть защита который закрывает нас от мира духов ведьмы могут эту ширму отодвигать смотреть и закрыть обратно они учатся этому учатся много лет контролировать этот процесс иначе может сойти с ума духи есть везде их миллионы они везде находятся демонические духи духи природные кого только нет но встреча с ними чревато если человек увидел черта если человек увидел духа обязательно что-то плохого в его жизни случится в редких случаях чтобы они предупреждали скажем голосами там родных близких но чаще всего это к большой беде это плата за то что вы их увидели за то что нарушилась вот это вот граница они не должны вам показываться если показали значит за что-то наказали или предупреждают но в любом случае это это и третье и пятое не есть хорошо не стремитесь лезть туда самостоятельно без опыта не понимая куда вы идете поскольку этот ритуал требует объяснение а я хотела чтобы вы концентрировались и слушали вслушались в это в эти слова и исцелили душу и поменяли свою жизнь я хочу здесь объяснить для чего я это сделала отправляю вас к предкам но не в плохом смысле там есть слова ключи заклинания вы можете их слушать лежа закрыв глаза сидя закрыв глаза сидя концентрируя на свой взгляд на какую-то точку желательно чтобы было темно можете где-нибудь светильник включить чтобы не было страшно чтобы вы в пространстве не потерялись не зажигайте свечу не оставляйте благовоние вы можете отключиться уснуть понимаете поэтому нельзя ничего зажигать или что-то если у вас там что-то на газовой плите все должно быть отключено вы должны это провести желательно с 12 до 3 ночи то есть 0000 до 03 ночи это время когда космос свободен это время темных сил в это время легче открывается врата между жизнью и смертью вы закройте глаза и будете слушать включите и будете слушать и постепенно постепенно вы перенесетесь в мир духов вы увидите очень малую часть того что вижу я каждый день и быть может многие из вас поймут меня откуда это усталость откуда это строгость не могу я быть радостной веселой у меня очень тяжелая ноша но поскольку вы люди которые не знают этого всего я вас не виню и конечно же не пытаюсь вам объяснить это что это невозможно понять пока не увидишь а вы увидите малую долю знаете как из огромного торта вот оторвать такой не знаю маленький кусочек несколько граммов и попробовать вот вот в этом роде что-то сначала будет ощущение как будто у вас душа поднимается потеряется пространство начнет кружиться даже лежа даже закрыв глаза вы почувствуете как будто вас кружит в этом пространстве станет тяжело дышать потом резко отпустит это будет несколько секунд вы почувствуете как в аквариуме тысячи голосов будет шептать вот так вот в голове в ушах будет звон потом будет такое умиротворение перед глазами откроется картина вы можете увидеть предков вы можете увидеть какие-то красивые долины вы можете увидеть свет все что угодно ваша душа она чуть-чуть приподнимется над вашим телом она не уйдет в астраль но она чуть-чуть приподнимется немного выглянет из-под вашего тела когда она выглянет из-под вашего тела вы почувствуете вы окажетесь в мире духов теперь вы пойдете тропой у предков вы пойдете за ними вы пойдете в этот мир духов и зайдете в этот мир и потеряетесь от мира людей ваше тело будет лежать или сидеть но вы будете там и ваши предки обновят вашу душу ваш разум они вас услышат вы мысленно с ними будете общаться вы можете громко говорить в это время пока будет звучать мой голос и вы будете эту картину видеть вы можете так полголоса сказать попросить их помочь вам помочь в той или иной ситуации да и просто помочь помогите мне дайте мне силы жить я так обновляюсь это мой секрет я делюсь с вами ну и у меня более так жестче конечно но я делюсь с вами я вам хочу помочь так же выйти из мира людей и вернуться обновленными понимаете вы выйдете весь груз жизни выкинете там вернетесь назад у вас может быть совершенно иное сознание если вы часто будете это делать очень часто не рекомендую может быть раз в неделю достаточно а потом еще меньше вы постепенно подниметесь над этими людскими заботами над каждодневной бытовухой люди которые добиваются больших успехов они как правило то есть как правило не погрязли в этой бытовухе они себя каким-то методом знают какие-то методы отпускать себя из материального мира и возвращаться обновленными когда ты особо не обращаешь внимание на материальные блага они к тебе приходят поверьте мне люди которые зациклены на этих благах люди которые очень хотят денег украшений шубы они годами не могут это себе приобрести когда вот какой-то в какой-то мере равнодушие к этому создается не то что без разы равнодушие ну будет буду делать и получу они начинают приходить это означает душа вышла стала выше чуть выше над материальным миром и она уже владеет материальным миром вы уже владеете а не мир вами вы будете обновляться это как чистый источник выйти из этого мира ненависти грязи злобы можете в наушниках лежать всех уложили спать легли закрыли глаза и слушайте и вы будете уходить в мир предков ваших в мир в это ваше древо кто-то скажет а если у меня там например родовой проклятие было и так далее а если у меня рот порченный кто-то приходил ко мне действительно рот порченный друзья мои но рот порченный это какое-то поколение рода не все же если весь ваш рот был порченный негодный вы бы не дожили до этих дней вы бы несколько сотен лет назад прервались еще раньше раз вы дошли значит в вашем роду были хорошие люди мы к ним идем мы идем к высшим возвышенным душам к хранителям к берегиням рода пращурам бабушкам прабабушкам вы сливаетесь воедино энергии со своим родом с духами своих предков и возвращайтесь обновленные вы сами это увидите я не хочу сейчас говорить говорить вы когда это проведете и это станет вашим одним из самых любимых ритуалов просто я когда даю например мантра кра значит потом мантра благодарения если будет объяснение в ролике каждый раз вам придется перематывать чтобы этого не было я отдельно сняла объяснение к этому ролику и потом вот этот ролик вы даже не представляете какие ощущения вы почувствуете когда вы вернетесь вы каждый раз будете возвращаться обновленно это как посвящение в мир духов понимаете вот посвящение в мир духов наверное так так и будет правильно назвать покажу вам этот мир духов чтобы вы хотя бы малейше имели представление что там находится в этих мирах и многие из вас тогда поймут что я вижу хотя вы увидите малую часть но этого достаточно чтобы составить какое-то мнение впечатление о том что там есть но самое главное вы будете выходить из материального мира очищаться от этого всего и обновленно возвращаться назад в свое тело проведите это прослушайте этот заговор если вам нужно объяснение включите здесь послушайте и делайте это это будет вас усиливать это как чистый родник это чистый источник энергии вы соединяетесь с мировым разумом потом вновь возвращайтесь обратно но уже у вас видение мира ощущение мира будет совершенно иное я вам больше скажу ваши болезни даже может быть болезни которые не очень поддаются лечению могут исчезать знаете почему когда ваша душа выходит в мир предков ваше тело в это время обновляется вместе с душой выходят эти болезни и вот в этом астральном пространстве они уничтожаются и вы возвращаетесь назад уже без них так лечат многие знахари такой методикой поэтому люди говорят меня окружило вертело они вытаскивают вашу душу вытаскивают вместе с ним болезни эти болезни уничтожаются вот в этом пространстве а душа обратно заходит заходит уже без этих болезней или эти болезни теряют силу если несколько сеансов нужно я вам постепенно буду говорить я очень много вам уже сказала о тайнах знахарей ведьм мне кажется ну никто столько вам не раскрывал это все эту тайну эту завесу чтобы вы уважали магию чтобы вы понимали что очень много есть шарлатанья очень много есть шаромыки всяких негодных ничтожных существ но есть настоящие и магию надо уважать невзирая на то насколько его дешевят вот эти вот барыги выйдем в мир духов посвящу вас в мир духов покажу вам мир духов он прекрасен и он исцелит вашу душу если у вас депрессия она будет проходить если у вас болезни они постепенно будут уходить если вы не знаете что делать вам подсознательно ваши предки внедрят в голову подсознание ответы решения вопросов вы усилитесь просто вы больше не будете бояться бытовых проблем потому что вы знаете что там есть вечность которая вас слышит видит и поддерживает желаю нам всем удачи и так мы с вами вместе отправляемся путешествовать по следам предков мир духов открываем эту завесу теперь вы совершенно по-другому начнете чувствовать жизнь желаю вам удачи и не бойтесь я буду с вами мои слова и голос будут вас сопровождать там и вернут назад целыми невредимыми обновленными я буду вас сопровождать я буду тем самым проводником в тот мир и вместе со мной вы пойдете попутешествуйте там и вернетесь назад всем удачи до всего до 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 Продолжение следует...